Как Кремль продвигает свои идеи на Западе. Разве Путин не военный преступник? Нет, он не военный преступник. Но в Украине убивают мирных жителей. У вас неверная информация. Рашистские митинги. Достаточно пяти минут, чтобы понять всё про российскую культуру. Ну это бред. Нельзя запретить историю. Историю реально нельзя запретить. И итальянские фашисты на службе у Кремля. И при чём здесь Россотрудничество. Вне зависимости от тех сил, которые на сегодняшний день возглавляют Италию, Итальянскую республику, правительство, всё-таки мы продолжаем то, что было заложено ещё господином Берлусконе. Ежедневно Кремль настраивает россиян против Европы. Хочется сказать так называемым западным партнёром. Спасибо. Когда-нибудь мы правда построим, поставим огромный памятник с санкциям. И будем туда цветы носить, и радоваться, танцевать, плясать. Потому что не было бы санкций. Не было бы этого нажима, этой русофобии, этого расизма по отношению к русским. Да разве мы добились того, о чём говорил на этой прямой линии Владимир Владимирович Путин. Киселёв пропагандой клепает какие-то просто немыслимые сюжеты о том, что европейцы замерзают и голодают. Европа входит в режим жёсткой экономии. Реже мыться, покупать более дешёвые продукты. Советы местных политиков очень похожи. Газ в дефиците. Пенсионеры боятся, что им не хватит денег на отопление зимой из-за повышения цен на газ. Конечно, можно что-то сэкономить, если отключать подсветку исторических зданий по ночам. Если переоборудовать стадионы в ночлежке для тех, кто не может позволить себе тепло в собственном доме. Не время думать о подготовке спортивных кадров. Или как вам вот это просто кринжовая реклама ежегодно ухудшающейся жизни рядовых европейцев, которые в конце ролика, чтобы не умереть с голоду, съедают своего питомца? Простите за спойлер. Но вместе с тем они хотят быть Европой, быть с Европой. И активно участвовать в её политической и социальной жизни. Естественно, продвигая свою пропаганду внутри каждой из стран, как они говорят, загнивающего европейского капитализма. В Берлине проходил съезд новой партии «Союз Сары Вагенкнехт» за здравый смысл и справедливость. Сара Вагенкнехт, бывшая звезда левой партии, в последнее время прославилась тем, что призывала прекратить поставки оружия Украине. В общем, можно ли она назвать эту партию, как ты думаешь, пророссийской? Можно. Я думаю, что можно назвать эту партию пророссийской. Не только по её позиции в отношении войны в Украине, но и, например, по позиции с санкциями. Примечательно, что Сара Вагенкнехт очень ругала политику санкций, говорила, что санкции эти вредят не столько России, сколько самой Германии. Как спрут, Кремль проникает своими щупальцами в европейские столицы, стараясь проникнуть в умы не только эмигрантов, но и местного населения. Первый в Германии культурный центр для российских немцев. Я думаю, сейчас самое подходящее время. Уже прошло много лет, и многие обрели здесь, в Германии, свою новую родину. И теперь это важно уже для новых, следующих поколений. Одним из важных элементов гибридной войны, которую Россия уже давно ведёт против Украины и других демократических стран Европы, является создание так называемых культурных центров РФ по всему миру. Когда говорят о русской мягкой силе за границей, то речь в первую очередь идёт, конечно, о нашей культуре. Звучит вроде бы абсолютно безопасно, но это только на первый взгляд. На самом деле их деятельность за ширмой культурных мероприятий, выставок, спектаклей главным образом направлена на подкуп местных элит, лоббирование интересов России, попытку влияния на политическую систему стран Европы и внесение расколов по национальному, языковому и религиозному принципу. К тем задачам, которые стоят сейчас в гуманитарном плане, в культурном, опять же, по сохранению российской идентичности, нашего суверенитета во всех смыслах. Самостоятельность, противодействие вот этим попыткам или культуре отмены, как сейчас называется, конечно, посольству трудно представить, как бы мы выполняли задачи без тесного взаимодействия с русским домом. Оружие массовой вербовки и влияние на население. Целая индустрия по созданию провокаций на территории Европы и мира. Это не война, а спецоперация, как американский чёрный орёл, точь-в-точь. Только злодеями всегда выставляют русских. Вы видели фотографии убитых мирных жителей из Бучи? Это провокация, есть доказательства, но их в Германии не показывают. Людей за деньги или обманным путём вербуют на разного рода массовые мероприятия. Молодым и активным предлагают поездки, участие в круглых столах и конференциях, обучение. Фактически они растят тех, кто потом будет формировать общественное мнение. Таких себе инфлюенсеров. Или новых вербовщиков. Что то, что то — выгодный результат для Кремля. Нужно быть благодарным людям. Потом эти люди подписывают разные манифесты, которые поддерживают агрессию Кремля. Этих людей мы видим на различных межпартийных форумах, среди партий, которые поддерживают Эрефию. Специфика работы ФСБ с культурными центрами состоит в том, чтобы потом в информационном поле они организовывали различные политические группы поддержки, которые бы продвигали месседжи Кремля и Путина за рубежом. Очень много сделали за предыдущее время. И большое вам за это спасибо. Один из последних примеров такой работы — это выставка под названием «Мариуполь. Возрождение после войны» в городе Мадена в Италии, которую пытались провести расистские пропагандисты. Это довольно российские нарративы, которые в предыдущем стране террористов России. Даже в Мариупольске не могут это как-то прокомментировать, потому что там такой абсурд. Чем еще заняты российские культурные центры? Они освещают споры и подсвечивают в нужном им свете проблемы в Европе. Всячески расшатывают ситуацию и пытаются нести свой русский мир в массы. Концерты, фотовыставки, театральные постановки. А еще дни победы с хождениями по площадям Европы бессмертного полка. Автопробеги с беснующимися участниками и типичными для них лозунгами по типу «Можем повторить за Сталина, за Родину» и много другой откровенной дичи. Я поддерживаю действия России. Они не убивают мирное население. Они его спасают. Но самое главное, что преследует Кремль и бункерный фюрер, это достижение своих нездоровых политических целей. И для этого, как говорится, на России все средства хороши. Сегодня Россия и ее недолидер находятся в мировой изоляции. Предвидев что-то подобное, Путлер еще в 2014 году предпринял активные попытки со своей сворой пропагандистов по проникновению в разные европейские страны. Стоит отметить, что это отлично получилось у Кремля в Италии. Я хочу еще передать вам самые теплые приветы от моих дочерей, которые... Италия давно попала под влияние России. Это началось еще со времен руководства в стране Сильвио Берлускони, который был ближайшим другом Путина и всячески поддерживал его. Он был большим другом нашего народа и многое сделал для того, чтобы сложились деловые, дружеские отношения между Россией и европейскими странами. Но ни Берлускони едины. Снять санкции с РФ, признать Крым российским и даже установить дипломатические отношения с псевдореспубликами ДНР-ЛНР – этих целей в Италии вот уже почти десятилетия добивается целая созданная Кремлем сеть. Я прибыл сюда, чтобы самому увидеть, что здесь происходит на самом деле. И, конечно, чтобы налаживать отношения с вами. Потому что мы в Совете Пьемонта уже начали работу, подняли вопрос о снятии санкций и работаем в направлении официального признания вашей республики. Признавать псевдореспублики собрался депутат регионального совета Пьемонта Маурицио Мароне. Маурицио Мароне – член правой партии «Братья Италии». Политическая сила была организована в 2012 году. Бывшими функционерами партии «Народ свободы», которую возглавлял Сильвио Берлускони. Все тот же одиозный экс-премьер-министр Италии и личный друг президента России Владимира Путина. Спасибо. Спасибо. Тогда нужна ваша помощь. Первое, мы обьям безонию для вашего аюта. Да, конечно, я лично займусь этим вопросом. 8 сентября 2016 года Мароне прибывает в оккупированный Луганск. И хотя по факту его миссия носит частный характер, сепаратистские СМИ поддают политика именно как представителя Пьемонта. По хвалах оккупантам Мароне себя не сдерживает. Среди наших партий нет такой демократии, как у вас, которая позволяет всем иметь собственный голос. В декабре 2016-го все тот же Маурицио Мароне открывает в Турине представительство фейковой ДНР. Интересы ДНР на открытии центра представлял член регионального парламента от партии «Братья Италии» Маурицио Мароне, дважды посещавший Донбасс в 2016 году. Так называемое представительство никто нигде не регистрировал. А значит, весь этот спектакль разыгрывается с единственной целью – пиар. То же, что произошло в Турине, является провокацией с участием нескольких итальянских граждан. Тем не менее, подобная наглость возмутила не только украинцев, но и самих итальянцев. Члены левоцентристских радикальной и демократической партий намерены требовать закрытия представительства, так называемой ДНР как рассадника фашизма. Осенью 16-го приезд Мароны в Луганск организовал его соотечественник Андреа Пальмери. Андреа Пальмери давно известен сайту «Миротворец». 45 лет – итальянский фашист, вступивший в ряды боевиков ДНР еще летом 14-го. В Италии Пальмери разыскивают за нанесение тяжелых телесных повреждений. В Пальмери грозит два года условно за ношение оружия, нарушение общественного порядка, угрозы местному населению и нанесение травм средней и большой тяжести. Однако в сепаратистских СМИ фашисты Пальмери подают как борца за справедливость и волонтера. В Италии людей организируют митинги, где рассказывают ситуацию в Донбассе, ЛНР, ДНР. И зарабатывают деньги, и за эти деньги мы покупаем продукты. Каким образом итальянский фашист, осужденный и разыскиваемый у себя на родине, может сотрудничать с итальянской стороной и получать от нее гуманитарную помощь? Эксперты уверяют, это становится возможно как раз благодаря вмешательству РФ. В 2010 году Россотрудничество при посольстве РФ в Италии возглавил бывший журналист информагентства «Итартас» Олег Осипов. Среди ассоциаций, которые он поддерживал, было и некое «Русское поле». Ассоциация «Русское поле» родилась из идеи солидарности всех людей, которые хотят сотрудничать и имеют одни и те же интересы. «Русское поле», которое фактически напрямую поддерживает посольство РФ в Италии, называет себя аполитичной организацией. Очень важная организация политична, мы не поддерживаем ни одной из политических партий. Видимо, аполитичность выглядит именно так. Как экономистам у вас заверят, что без России экономика Украины обречена? Апсурс, коррупция, воры, геноцид. Они пьют кровь народа Украины не один год. На конференциях и мероприятиях «Русского поля» слово в слово повторяют заявления российских пропагандистов. Гражданская война, киевские фашисты, деды воевали. Это Неаполь, май 16-го года. Очень жаль, что после Великой Отечественной войны не искоренили эти корни в неонацистах. На Украине сейчас идет вторая Великая Отечественная война. Мы боремся с нацистами. С 2014-го «Русское поле» всеми силами пропагандирует в Италии террористические ДНР-ЛНР и заодно создает иллюзию международной поддержки для российских СМИ. Украина! Очнись! Прось кандалыня нацизма! Нацизм не пройдет! Мы победим! Новороссия! Бореве! Возглавляет «Русское поле» эмигрантка из России Екатерина Корнилкова. Она регулярно посещает оккупированные Луганск и Донецк и бывает на приеме у лидеров террористических групп. И это абсолютно нормально. На культурные встречи Россотрудничества частенько заглядывал и итальянский писатель-коммунист Сильвио Маркони, который издал книгу «Донбасс. Черные нити памяти удалены». В Кремле остались довольны. Извлеченная черная нить памяти, на страницах которой ученые пытаются предупредить мир о том, что Украина, а также страны Балтии стали инкубатором фашизма в Европе. Интересно, что сам Маркони на Донбассе не был, но у украинских фашистов, пожирающих снегирей, описал очень убедительно. При этом автор подчеркивает, что такое Украина. «Нацистская лаборатория – инструмент борьбы с царизмом, но никак не государство в классическом общепринятом смысле этого слова. Как государство, как народу с отдельным языком Украина никогда не существовала». Кто оплатил издание книги Сильвио Маркони, долго думать не нужно. «Здесь ничего плохого нет, я скажу прямым текстом. Большего хочется». Помимо уже бывшего главы Российского центра науки и культуры в Риме Олега Осипова, активную пропаганду в Италии ведет его дочь Ирина Осипова. «Я могу сказать, что отношение к России меняется в хорошую сторону, в лучшую сторону». Ирина Осипова получила образование в Италии. Сегодня девушка, как только может, пропагандирует Путина и его политику в Италии. Призывает снять санкции с РФ и дать отпор американцам. «Им тоже хочется иметь такого же лидера, как Путина, только своего у себя дома. Но чтобы делать то, что он так же, как его защищал национальные интересы». После просмотра страницы Осиповой в соцсетях выясняется, что с итальянским фашистом Андреа Пальмери путинистка знакома минимум с 2014 года. Вполне вероятно, что именно через Осипову Пальмери получал итальянскую гуманитарку и организовывал визиты итальянских политиков в Луганск. «Сделят конференции, митинги, где рассказывают итальянцы, что здесь происходит». Осипова тесно связана с правой партией «Братья Италии», член которой Мауицио Мороне, и посещал Луганск. «Пьемонт, Италия и вся Европа должны поучиться у Донбасса». В 2023 году Осипову, только вдумайтесь, принимают на работу в Сенат Италии. Так пропутинская россиянка, скорее всего, получила доступ к засекреченной информации, в том числе личные переписки итальянских политиков. Итальянские СМИ подчеркивают, что у нее будет доступ к бухгалтерским данным и досье по всем важным вопросам. «Чем больше решаем, тем больше горизонтов открывается». И это только малая часть того, как Кремль и Путин проник внутрь Европы, на примере одной Италии. А при тогда еще работающих на территории европейских стран пропагандистских Russia Today запудрить мозги европейцам и россиянам, которые давно покинули болото, было не так уж и сложно. Дорого – да. Ну а как мы видим, Кремль спокойно потянул траты. Спасибо. Они называют украинцев бандеровцами и фашистами, а власть в Киеве незаконной. Они пугают всех ядеркой и прогнозируют Третью мировую. Я считаю, что Третья мировая будет обязательно. Здесь есть плохая новость и хорошая новость. Плохая новость заключается в том, что она будет обязательно и будет при нашей жизни, если завтра, не дай бог, кирпич на голову не упадет. Ну то есть в какой-то краткосрочной перспективе. Хорошая новость заключается в том, что мы в ней участвовать не будем. Будем наблюдать ее со стороны. Запугивать, плести интриги, строить заговоры и разрушать. Для Кремля и Путина это привычная тактика. Другое дело, верит ли всему этому, зная, что тобой осознанно хотят манипулировать. Редакция «Гражданской обороны» продолжает свою работу по выявлению агентов влияния Кремля в Европе и мире. В следующих выпусках мы более детально расскажем о действиях Россотрудничества и ее контрагентах во Франции, Венгрии, Чехии и даже Польше. Ежедневно мы работаем над тем, чтобы зло было наказано. И никто из виновников этой кровавой войны не ушел от ответственности. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...